друзья всем привет меня зовут рая и вы на моем канале про вязание рая вяжет так сегодня я хочу ответить на вопросы тега о пряжа вязание и блогерстве давно уже на этот тег смотрю девочки многие ответили я уже у многих посмотрела ответы но и сегодня уже сама больше собралась и думаю что нужно ответить на эти вопросики мне тоже так автор тега ирина маркелова вроде сейчас уже точно не скажу в общем ссылку на автора оставлю и вопросы все будет в описании под видео да так и тут вопросики всего 25 вопросов но нормально так вопросов да делятся вот на три части а пряжи о вязании и о блогерстве именно так ну и давайте сначала расскажу что вижу вижу шапочку из секционной пряжи подмосковной до из строиц к пряжи строиц к подмосковная в общем вижу чисто резиночкой один на как шапочка бини вот сейчас которые с модными макушками в общем все связали я решила тоже связать и решила тоже сделать по ней мастер-класс я как все в общем думаю пускай на моем канале тоже такой мастер-класс будет в общем вижу не знаю не для себя его думаю что скорее всего эту шапку на продажу потому что из секционки и вязала из этой из такой пряжи я комплект и кто меня смотрит те знаю до вязала комплект митинге снутри шапку все это дело с косами вязала и как я сразу говорила что мне показалось это брейка добрый но вот резиночку когда вязала на шапке там вроде какой-то как более-менее узор вырисовался в общем я сейчас тоже решила вот связать именно вот эту шапку один на один вот этой вот из вот этой секционки потому что у меня моток один остался ни туда ни сюда в общем решила из нее связать так про это рассказала все давайте начинаю отвечать на вопросы тегом ну и первая часть поговорим о пряжи вопрос 1 вы приобретаете пряжу по необходимости или при любой возможности я приобретаю пряжу по необходимости ну кто меня смотрит девчонки многие знают что у меня нет запасов когда у многих девочек смотрю там 50 60 килограмм запасов в общем у меня такого нет я покупаю пряжу и вот до следующей покупки у меня получается это пряжа привязывается то есть такого то что какая-то спонтанная покупка нет бывает редко редко но бывает но это немного то есть я к могу купить там да на точках 56 какой-то до пряжи какой это если если мне это в голову взбрело в допустим у нас в магазинчике до в оффлайн это тоже очень редко бывает обычно онлайн покупаю и и увидела в магазине и если я представила что я буду вязать из этой пряжи и у меня есть денежки при себе то я обязательно эту пряжу куплю но это очень очень редко бывает второй вопрос какой способ приобретения пряжи вы предпочитаете дороже но в магазине потому что там можно увидеть палитру цветов и потрогать пряжу дешевле но типа кота в мешке но как я и сказала в основном я беру онлайн но знаете вот честно скажу если бы у нас вот было бы больше да вот магазинов у нас есть в райцентре есть магазинчики там три по моему да где пряжу возят но я знаю что там принципе выбора большого нет в основном возят акрил в одном только небольшом магазинчике есть девушка возит хозяйка магазина я ее знаю вот в одном только магазинчике а в двух других там возят в основном акрил да потому что ну для наших краев как бы ну то что подешевле если покатит как бы да вот и если бы может было бы где-то побольше выбора я бы возможно покупала бы и оффлайн конечно приятно прийти посмотреть потрогать на ощупь да что это такое и ну конечно да так интереснее но опять цена да вот для меня много значит цена вот если допустим онлайн я могу купить подешевле ну считай я сравниваю с нашими ценами я в онлайн магазине покупаю в два раза дешевле чем здесь у нас здесь такая цена ну довольно-довольно-довольно у нас ну накрученные цены скажем так вот и единственное что вот эту пряжу которую ты покупаешь онлайн через интернет магазины нужно будет ну в общем ты я да я правда я аж не знаю что я покупаю мне нужно будет эту пряжу самой узнавать что за пряжа вязать образцы стирать все вот эти вот есть обзоры пряжи у девчонок да но я считаю что смысла нет смотреть я сколько обзоров не смотрела в результате получается у меня совсем другие ощущения по пряжам по тем что я смотрела обзоры да так что вот но я не могу сказать что в общем получается так что на слово я не верю мне нужно самой проверить разузнать что это и как и в общем но чаще покупаю туда онлайн так вопрос третий если перед вами будет стоять выбор купить купить пряжу или крючки или спицы все перечисленные у вас уже есть но хотелось бы еще чему дадите предпочтение или купить и по необходимости куплю по необходимости куплю по необходимости если у меня есть инструменты и а пряжи как всегда мне кажется что у меня мало да то я естественно я куплю пряжу и это даже не обсуждается вот так сразу перехожу к четвертому вопросу какой пряжи у вас запаса больше лепни или зимний так ну как я уже сказала запасов нет ну как небольшие да совсем совсем чуть-чуть 5 килограмм да вот сейчас наличие у меня пять килограмм там пять с чем-то даже зимняя пряжа зимняя пряжа но вот единственное есть у меня один моточек пряжа коко вот один моточек я летом покупала его даже не помню для каких целей и все и и в основном у меня все зимняя пряжа нет подождите есть же у меня там мне дарила сестра двоюродная там какую-то похожая как на хлопок я началась себе вязать с нее топ но она так у меня и лежит от сестра тогда что-то распускала тоже типа похоже на шнурок но смахивает чем-то на хлопок ну и все и такого больше у меня ничего нет пятый вопрос какой пряжа у вас запасов больше импортные или отечественные импортная все что есть импортные вот сейчас вижу вот это отечественная пряжа у меня да это подмосковная до пряжи из строицка ну и есть у меня детская новинка ту я даже не считаю по большому счету она как бы у меня вообще детская новинка покупалась у меня вот совсем недавно для игрушек до дочери пингвина вязала да все есть а остальное все вся пряжа полушерсти у меня и акрил есть это у меня импортная пряжа вот турецкая и есть вот акрил из греции такое вот сюда в основном турция так что вот да в основном вот у меня турецкая пряжа так шестой вопрос если перед вами будет лежать однотонная меланжевая принтовая секционная пряжа какой отдадите припочтение при покупке и при вязании выберу однотонную пряжу однотонной пряжи видно узоры я очень люблю вязать узоры косы араны да вот и вот допустим я вязала вот с этой пряжи вот именно цвета секционки да когда комплект вот этот на заказ там было с косами шапка с косами и одна коса по центру снуда я считаю что там вообще не видно никаких кос мне не нравится я честно я вязала и мне это дело все не нравилось ну как заказчица заказала я естественно сделала ей но по большому счету я считаю что нет что секционка вот для всех этих коз аранов она не подходит с однотонной пряжей ты не напрягаешься она для всего подойдет и для лицевой глади и для узоров для коз доход для чего да так что я естественно я выберу однотонную пряжу и ну меланж еще в принципе меланж он он для всего тоже подойдет да ну и то такой неброский чтобы неброска была так вопрос седьмой пряжи с каким составом отдаде отдаете предпочтение или вам без разницы так с каким составом знаете вот я немного пряжи попробовала ну вот полушерсть меня вполне устраивает по большому счету я много не вязала я не вязала с бобинной пряжи допустим да ну меня устраивает то что вот я пока чем вижу по ну да вот мне нравится полушерсть акрил акрил всякий бывает мне нравится акрил детская новинка вот акрил да свое время относилась я хорошо к детской новинке сейчас нет но для игрушек сойдет дороже для игрушек что-то я покупать не хочу есть акрил который приятный да хороший мягкий акрильчик и вот вот ну а так да полушерсть шерсть вот чисто шерсть мне кажется все равно будет колодца бобинного у мериноса я не пробовала ну наверное да классно все там на данный момент отдам предпочтение полушерсти так следующий у нас раздел идет поговорим о вязании вопрос восьмой планируете ли вы свой день или как бог даст так как вам сказать распланировать я все равно распланирую да я примерно каждый день знаю что кто как и что у меня будет проходить за день что я буду делать что вязать чем по дому буду заниматься примерно знаю но так чтоб четких планов я все равно не ставлю потому что я знаю что мои планы все равно развалятся и что-нибудь пойдет не так но хоть что-нибудь да чуть-чуть каждый день все равно будет не по моему так что особо я распланирую я примерно знаю что я буду вязать из чего буду вязать когда буду вязать но сильно я не планирую девчонки простите меня пожалуйста если вы слышите лает собака она вот лает у меня под окном морда такая ее совершенно не отогнать у них сейчас у всех соседских собак в это время перекличка и так что уж вы меня извините я сейчас с этим ничего поделать не могу так про планировку дня да ну вот как я уже сказала планировать планирую я с утра я вот встаю я я с вечера распланирую что-то да что я буду завтра делать особенности когда лягу спать там все продумаю утром когда просыпаюсь там умываюсь одеваюсь крашусь подкрашиваюсь немножко да я примерно продумываю что я за день буду делать да со скольки до скольки там и примерно как что но не не совсем рассчитываю как бы на эти свои планы потому что эти планы могут провалиться с треском потому что не все от нас зависит вот ну а тогда немного планирую 9 вопрос вы предпочитаете вязать в тишине под видео аукнил аудиокнигу или сериал по тв так в тишине нет я в тишине вязать ну наверное просто не смогу я вижу когда есть у меня на ютубе что-то в подписках у девочек новенькое обязательно посмотрю аудиокниги я не слушаю вообще я люблю читать потому что я очень люблю читать и у меня перед сном часто бывает что я почитаю так могу музычку включить у меня это частенько бывает я включу музыку у меня поет я слушаю мне это нравится у меня бывает что даже если не какие-то там не узоры то ну я у меня вот допустим просто резинка один на один или что-то да и у меня под музыку по моему даже как-то быстрее вяжется это как будто бы такой темп развиваю вот ну и еще я слушаю лекции профессора алексея ильича осипова это профессор московской духовной академии и семинарии в общем я его слушаю он такой а как говорит мой муж правильный дядька в общем я его слушаю мне очень нравится и много чему есть нам поучиться у него так что в тишине не отвязать я не могу сериала не смотрю я уже по-моему это говорила да ну фильм могу включить если допустим фильм если тоже что-то у меня такое ну не узор из на чем зацикливаться не надо носок какой-нибудь или что-то такое где можно не смотреть вязание да не можно полностью посмотреть фильм включу фильмец и у меня кстати по фильмам заведует муж он что-то новенькое если скачает он мне на компсы закидывает чтоб я потом посмотрела вот так что это бывает если у нас не получается вместе что-то посмотреть ну а так вместе тоже смотрим так вопрос 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 у меня сейчас потеряла десятый чему больше отдаете предпочтение крючку или спицам спицам я уже много об этом говорила да и кто меня смотрит те девчонки знают я крючком вяжу вяжу крючком неплохо много чего крючком умею вязать но не люблю вот не знаю почему вот у меня такая не любовь к крючку и хоть стой хоть падай не хочу я крючком вязать не знаю почему вот мне даже это почему-то и не объяснить хотя я умею все и многие говорят что я у меня очень аккуратная вязка крючком в принципе я и сама это вижу в особенности в игрушках да что у меня все ровненько ну вот не знаю почему девчонки мне не объяснить почему у меня такая вот ну вот не то что не любовь а вот так вот не хочу я просто вязать на крючке конечно если нужно будет я свяжу обязательно свяжу и свяжу с охотой но лучше для меня конечно спицы так что вот так вопрос 11 11 влияет ли на вашу продуктивность сезонность да я потому что сажу огороды лето для меня это огороды это лес грибы ягоды лес я очень люблю и я вяжу хотя и летом я вяжу достаточно вяжу но уже большее время свое я посвящаю вот именно вот огородом своим да вот в лес ходить и прошлый летний вот этот прошедшее лето которое да у нас было я получается в августе я завела свой канал и я не скажу чтобы я меньше трудилась в лесу то есть я в начале осени да то есть ну как открыла канал свой завела я в принципе немного и вязала и там уже по тем видео можно посмотреть что немного у меня вязалось немного у меня было времени потому что ну я отдавала предпочтение вот именно лесу именно своим огородам и так далее и тому подобное не знаю как будет на следующий год возможно я уже отдам предпочтение каналу но единственный огород в любом случае будет с лесом может будет немножко не так возможно что в лес ходить я не буду огород в любом случае конечно будет это никуда не смогу я огород бросить свой мои грядки все равно у меня будут так что вот так вот да сезонность влияет двенадцатый вопрос какие изделия вам больше нравится вязать летние или зимние честно зимние я вот начала конечно вот вязать этот летний топ там то ли из хлопка то ли из чего вот что сестра мне подарила но честно я не понимаю летние вязаные изделия пока не понимаю или может это вот стереотип такой сложился он с детства да что обычно вяжут на зиму вязаные изделия это теплые изделия зимние не знаю но я хочу попробовать повязать уже начать весной вязать что-то летнее да то есть для себя для своих детей собираюсь как бы повязать вот благодаря каналу я собираюсь повязать возможно если бы у меня не было канала я бы и не начала бы все это дело но вот именно уже сейчас я понимаю что весной где-нибудь в апреле месяце я уже начну вязать летние вещи возможно будем с вами даже вместе летние вещи что-то вязать какие-то платьюшки футболочки и так далее в общем посмотрим много обещать не буду но пообещаю что летние вещи вязать будем с вами вместе вопрос тринадцатый любите ли вы вязать интерьерные вещи любите ли вы вязать интерьерные вещи или вы вяжете по настроению или по необходимости так честно я вам скажу что когда-то раньше я вязала много интерьерных вещей у меня были всякие такие декоративные прихваточки клубнички там всякие были у меня коврики да на табуреточки на стулья красивые были салфетки это все я вязала крючком и я крючком научилась вязать намного раньше чем спицы ну как намного раньше на два года раньше в пять лет я научилась вязать крючком а потом уже в семь лет бабушка научила меня вязать спицами но в детстве я больше вязала вот такое и потом когда я уже стала постарше я вязала кстати я очень много вязала вот этих интерьерных вещей но сейчас в доме у меня такого нет нет таких интерьерных вещей но знаете что я вам по секрету скажу всему свету когда у меня будет свой рукодельный уголок я в свой рукодельный уголок навяжу всякой всячины такой свяжу плед на диван и представляю что у меня будет диван будет у меня плед на диване будут у меня салфеточки всякие украшать будут эти прихватки такие висеть именно на стенах в качестве украшения в общем будет у меня там все скатерть будет обязательно на туалетном столике который тоже там будет в моем кабинете в общем когда будет у меня свой кабинет там я разгуляюсь и вот тогда возможно все будет это вязаться крючком да хотя конечно скатерти я хочу попробовать вязать спицами потому что знаю девчонок которые вяжут вяжут шикарную красоту я хочу тоже и пока я этого еще не умею ну а крючком легко свяжу конечно такие вещички вот вопрос 14 14 из пряжи какой толщины тонкой средней или толстой вы предпочитаете вязать так ну вот знаете честно это не принципиально мне мне вот из и и из тонкой и из толстой и средней нравится вязать вот сейчас вяжу допустим и средней пряжи да а из тонкой пряжи вот летом я вязала себе кардиган да вот там ну вязала кстати из акрила из акации тоже троицкой пряжи там ну тоже тонюсенькая ниточка я вязала на двойке этот кардиган свой с круглой кокеткой по мастер-классу наталии савицкой канал наталия св и вот мне нравилось это вязать потом я и совсем недавно вязала сыну из пряжи alize lana gold classic в две нитки как бы толстая получилась пряжа мне тоже нравится в общем мне не принципиально если мне нравится вещь которую я вяжу то мне нравится и пряжи вязать из которой я вяжу эту вещь да так что мне вообще нравится вязать так что не принципиально да мне просто нравится вязать и все вот такой мой ответ на этот вопрос вопрос 15 если перед вами будет стоять выбор вязать изделие лицевой гладью простым узором или сложным узором например араном но очень красивый какой вы выберете и почему так выберу я аран вот скажу честно я очень люблю араны кто меня смотрит об этом знают да я очень люблю всякие араны косы потому что это вяжется не скучно вот ну не знаю мне кажется вот как то у меня даже получается быстрее связать что-то с аранами вот давайте приведу вам пример у меня сын сыну я вяжу сейчас свитер муж попросил связать ему свитер он выбрал несколько моделей да есть модели лицевой гладью там немножко присутствует типа какой-то аран немножко на втором свитере да ну и третий свитер там такие реально такие узоры косы там в общем жгуты такие вот я его уболтала я говорю саш все ты выбрал три мне предоставил на выбор я выбрала вязать в котором больше всяких кос и жгутов и аранов да потому что тот свитер вязать будет интересней и даже больше того я по такому свитеру хочу снять мастер-класс я потом где-нибудь в одном из видео покажу фотографию вставлю из интернета какой будет свитер у нас вязаться вот выберу конечно араны лицевая гладь по мне это скучно это просто вязать лицевую лицевую гладь хорошо вязать когда ты смотришь вот на самом деле какой-то фильм или с кем-то сидишь разговариваешь просто языком чешешь не нужно отвлекаться сиди вяжи а так конечно конечно интереснее но мне интереснее связать какой-то араны косу и так далее и тому подобное вопрос шестнадцатый если перед вами будет стоять выбор связать изделие тем способом который вы уже хорошо освоили и которым вы еще не не вязали то надо бы освоить какой выберите так выберу тот который надо бы освоить тем более если в такой вещи этот способ нужен будет я очень люблю осваивать что-то новое я знаю что очень многих техник вязания я еще не освоила и многому мне еще чему поучиться так что я выберу именно да такой способ тот который нужно освоить и который я освою обязательно так вот такой вопрос дальше 17 вопрос какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе вязания которые вы сейчас выполняете с легкостью так с трудностями ну честно ну честно у меня таких трудностей вроде вроде как и нет ну знаете вот я летом освоила реглан снизу я умела реглан сверху но вот реглан снизу я не понимала как вязать вот не понимала и все и на самом деле когда я научилась его вязать я сейчас думаю господи какая же я была дура что я там не понимала просто села посмотрела один мастер-класс и и все и там в принципе ничего сложного нету ну а было для меня поначалу да это у неба и земля как говорится было реглан сверху реглан снизу реглан сверху я мне кажется я его всю жизнь умела а вот снизу вот для меня была катастрофа ну может это какая-то трудность а так я больше ну не знаю больше никакой трудности наверное не было вопрос восемнадцатый какие техники вы хотели бы освоить еще помимо тех что уже освоили так ну не знаю пока меня все устраивает если когда то что то нужно будет то обязательно освою а пока никаких пока меня устраивает все все что я умею так вопрос девятнадцатый вяжите ли вы вещи своим близким знакомым или предпочитаете найти причину чтобы отказаться если вяжите то вяжите бесплатно за чисто символическую цену или полную цену был ли у вас негативный опыт такого вязания так близким своим вот вяжу мужу допустим свяжу с радостью свяжу сыну дочери отцу своему но им естественно за бесплатно а кто то другой кто у меня что то закажет даже близкий какой то еще родственник там допустим дядя тетя да или сестра за бесплатно вязать не буду ни за что так еще посмотрю буду ли вязать за деньги я еще вам и так скажу потому что есть такие люди которые совершенно не ценят твой труд они считают что вязание это как бы так такая фигня что связать там можно все в леготочку и это ну можно сказать что это ну и не работа и вообще есть такие люди да так что ну не буду я вязать в общем кроме своих вот близких дети отец муж так негативный опыт так вы посмотрите какой здесь узел и моё ну ладно как-нибудь так спрячу так негативный опыт да был негативный опыт у меня не знаю стоит ли вообще говорить я уже в принципе об этом говорила и знаете есть вот даже не скажу что это негативный опыт потому что человек в принципе был не виноват в прошлом году моей свекрови был юбилей семьдесят лет и ну мы с мужем думали что ей подарить в общем он предложил что что нибудь связать связать кардиган в общем ну я связала кардиган ажурный кардиган я тоже уже где-то показывала и фотку даже мы как-нибудь с вами таким узором что-нибудь обязательно свяжем я вам тоже этот узор уже показывала схему этого узора вернее вот ну и в общем ну человеку не понравилось не понравился этот кардиган в итоге этот кардиган распущен он был пятьдесят последнего размера вязался достаточно долго ну не понравился и в принципе я снимала с нее когда мерки в общем она тогда сказала сразу да не вжите ничего не надо мне ничего ну все таки мы с мужем так подумали что наверное все таки надо связать что-то подарить человеку на день рождения и лучше чем у нее потому что все есть и лучше чем ручной свой труд ничего не будет ну в общем мы связали я связала мы купили пряжу хорошую пряжу купили кстати ну в общем не понравился человеку я его распустила и все вот ну это негативный для меня это конечно негативный опыт было немножечко не по себе ну просто что результат такой что вязать я этому человеку больше не буду даже за деньги скажу вот так вот и все так все и тему сразу закроем дальше вопрос а дальше у нас пойдет поговорим о блогерстве пойдет вопрос у нас 20 что вам больше всего нравится снимать мастер-классы в логе болталки и чему отдаете больше предпочтения как пользователь ну знаете снимать мне нравится все мне вот с самого начала все нравилось снимать вот вообще все но больше всех мне нравится снимать в логе каждый день кусочки вот эти и потом самое интересное эти свои кусочки пересматривать когда это дело смонтирую это наверно одно из таких видео, из формата таких видео, которые я когда монтирую, пересматриваю. Так, но об этом немножечко попозже расскажу, да. Так, да, вот будет следующий вопрос по поводу монтирования. И вот чему отдаете больше предпочтения как пользователь? Отдаю предпочтение влогам, отдаю предпочтение тегам, нравятся готовые работы. И вот сейчас, мне знаете, очень понравилось видео у Ульяныча, рандомное видео, она там так, в общем, она там заводит вот несколько процессов, заливает это в комп, и потом там программкой, в общем, выбирает, выбирает сколько там рядов, по-моему, до 40 рядов она там делала, чтобы провязывать, да. Потом, в общем, выбирает там, типа как эти кости бросаются, типа, да, выбирается, допустим, у нее третий процесс, там, по-моему, она манишку тогда вязала, потом бросает кости сколько рядов, там 30 рядов, берет манишку, провязывает 30 рядов, ну, и, в общем, так далее. Значит, классно, мне вообще понравилось это видео, она такая, вообще, ну, девушка, ну, выдумщица, в общем, классные такие штуки, мне нравится, вот именно такое смотреть, смотреть, как это все дело у нее прибавляется, сколько рядов связано, в общем, как что, это вообще здорово, мне нравятся такие видео. Вот. Ну, и сразу же переходим к 21 вопросу, любите ли вы монтировать видео. Так, в принципе, меня это не напрягает. Монтировать видео, я вот, знаете, когда монтирую, я аж практически не пересматриваю то, что наснимала. Ну, знаете, я когда только завела канал свой, вот я наснимаю, все, потом начинаю монтировать, все это дело пересматриваю, и больше половины вырезаю. И больше половины даже хорошей информации вырезала, то, что можно было бы оставить, вот что-то мне все не нравилось, вот эти комплексы, или что, я не знаю. В общем, вырезала. И что я сейчас делаю? Если мне что-то не нравится, вот в процессе еще того съемки, да, как я снимаю, я просто это дело все отключаю свою съемку. Так, клубочек отмотаю сейчас. Отключаю съемку, удаляю с телефона то, что я снимаю, и начинаю все сначала. Бывает у меня такое, пока вот не сниму то, что мне надо, то, как мне надо, в общем. вот так вот, короче говоря. Ну и, знаете, нравится, не нравится, ну мне это ни о чем, как бы это потому, что надо. Наверное, такой любви уж совсем к монтированию нет. Хотелось бы все, конечно, все отснять за раз, чтобы было все готовенькое, да. Но готовенькое, такого, в общем, не бывает. Вот. Ну, нравится, скажем. Нравится и все. Это одно, составляющее одна моей деятельности, да. Так что, конечно, нравится. Вопрос 22. Ваше отношение к негативным комментариям изначальное и на сегодняшний день. Отвечаете ли вы на них, удаляете, блокируете пользователей или ничего не делаете? Если уж мне совсем что-то... Ну, в принципе, вот начну сначала, да, изначальное, в общем. Немного времени прошло, как у меня появился канал. Я не скажу, что у меня много негативных комментариев, просто потому, что у меня еще немного подписчиков, да. Но, кто мне не нравится, кто мне там уж совсем так написал, я сразу баню, я не чикаюсь. Да, и фиг с ним, забанила и все, что... Или сразу предупреждаю, там, кого-то что-то есть, всякие недовольные, да, я просто смотрю уже по девочкам, по другим, да, есть на ком учиться, слава богу, да. Предупреждаю своих видео просто сразу. Что-то не устраивает, проходите мимо. Ну, а так, если уж совсем что-то, то, да, конечно, я забаню. Есть, конечно, такие комментарии, да. Ну, девчонки просто вот мне указали. Я еще вот за такие комментарии я скажу спасибо. Но есть такие, которые... Ух! В общем, вечно всем недовольны, забаню сразу. И все. А такого, что... Я где-то там вся расстроюсь, да, что-то такого у меня нет. Я, наверное, уже... Вообще не только на ютубе, а вообще вот в жизни даже я прошла через много негатива. И то, что сейчас меня негативом, как говорится, не затоптать. Так что... Не знаю. Кто-то, конечно, может и попытается. Все еще впереди, я так понимаю. Но... Все мы люди, у каждого свое мнение. И кто-то ведь живет, чисто держится на таком вот, да, чтобы пытаться загубить людей своим негативом, да. Кто-то же так живет, и это их жизнь. Как хочет, как говорится. Так что вот так вот. Никакое у меня отношение к негативным комментариям. В общем. Мне на них по барабану. А, вот еще вопрос. Отвечаете ли вы на них? Удаляете, блокируете пользователей? Ничего не делаете. Так, если совсем, то заблокирую. Удаляю, естественно. И вот знаете, отвечаю ли я на них? Так, вот есть одна девушка, да, я, кстати, ее не забанила. Вечно всем недовольная мне писала. Все-то ей не нравится, бедной. И вот один раз она мне пишет, что, вот тут навязала, типа, да, фигню какую-то, да все. Я ей пишу в ответ, блин, я буду так рада, если ты свяжешь лучше меня. Все, вы понимаете, она после этого пропала. Ни одного я больше от нее комментария не видела. Даже хорошего. Ну, и, естественно, и плохого тоже не видела. Вообще ни одного комментария. Она просто пропала. Все. Так что где-то, может, и нужно ответить в подобном виде, да? Так что вот так вот. Вопрос 23. Отвечаете ли вы на все комментарии или только на те, которые вам интересны? Ну, отвечаю на все, ну, потому что комментариев еще немного. У меня все впереди. Возможно, мне через годик надо еще ответить на этот тег. Может, что-то ей изменится. И я думаю, что изменится. Посмотрим, может, даже через год отвечу на этот тег. Вот даже прям интересно отвечать или на все комментарии. Конечно, на все, потому что их мало. Некоторые девчонки говорят, у них, да, там больше 50 тысяч подписчиков. Им просто физически не успеть. Ведь если сидеть только на комментарии и на одни отвечать, то и снимать некогда будет. Так что вот так вот. Вопрос 24. Ваше отношение к прямым эфирам? Мне нравятся прямые эфиры. Я смотрю прямые эфиры, но сама еще пока ни разу не снимала. Ну и, не знаю, в будущем, конечно, возможно, и будут эти мои прямые эфиры, но пока не в ближайшем будущем. Но обязательно будут. Положительное мое отношение к прямым эфирам. И вопрос 25. Какие планы у вас на ближайшее будущее? Так, ну, планы, я так понимаю, мои вязальные планы. В общем, ну, связать свитер сыну и связать свитер мужу. Муж меня попросил связать ему пряжу. О, Господи, что я говорю? Думаю про пряжу и говорю пряжу. Связать ему свитер. И я уже собралась заказывать пряжу. Мои мысли, видите, бегут вперед немного. Слова, вернее, бегут впереди мысли. В общем, собралась ему уже заказывать пряжу. Вот все уже положила в корзину, прямо в интернет-магазине. Но мне звонит вот хозяйка того магазина, у которой продается не только акрил. И, в общем, вернее, пишет в ВКонтакте. Говорит, вот у меня такие-то цвета, ну, продаю вот прямо с такой скидкой, что это даже намного дешевле, чем в интернет-магазине мне заказывать. В общем, пряжу Ангору Рам она продает. Вот, а у меня есть свитер с Ангору Рам. Я мужу своему дала, говорю, ну-ка, потрогай, пощупай, колючо ли тебе будет, не колючо ли. В общем, он потрогал, поприкладывал. Да нормально, говорит, такая легкая, приятная колкость и нормальная, ничего страшного, тем более на футболку там надевать. В общем, да. В общем, я ему буду покупать эту пряжу. В общем, мне тут так фортануло, как говорится. И буду вязать еще свитер мужу. Вот, ну, и ближайшие еще какие планы. Да куча всяких планов. Просто такие вот самые основные свитера мужу и сыну. Вот. Ну, и на этом, наверное, все, девочки. Вопросики все. Кому понравились вопросы, кому понравились мои ответы, поставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Всем спасибо огромное за просмотр. Ну, и всех целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok